сегодня автомобиль уже стал по-настоящему средством передвижения помощником семьи стерся стереотип общества о том что женщина за рулем опасно но существует мифы о которых я и хотел бы сегодня рассказать сегодня автомобиль перестал быть достоянием только мужской половины женщины также активно стали использовать знания об автомобиле они теперь могут обсуждать автомобильные истории вместе и так о мифах существует знаменитая фраза которую произнес генри форд а именно автомобиль может быть любого цвета при одном условии если он будет черный после этого высказывания в 1913 году начался бум на черные автомобили этому способствовало просто высказывание авторитетного человека на самом деле машины в 1913 по 1924 год красились черный цвет потому что когда было организовано конвейерное производство автомобилей цветные краски не успевали высыхать а черная краска высыхала быстро после того как химики придумали цветные краски способные высыхать быстро компания ford сразу стала красить свои машины в разные цвета есть миф о том что машину надо покупать с подогревом сидения особенно для европейцев на самом деле это дополнительный заработок для производителя а вот о вреде для здоровья мужчины сказать забыли любой врач скажет перегревание органов ведет к воспалительному процессу мужчины будьте аккуратнее следующий миф о том что автомобили украшаются ценными породами дерева и алюминия неправда дерево натуральное слишком ценное обрабатывать его трудно поэтому используют заменители высокого качества также настоящее дерево не отвечает требованиям безопасности аккуратнее нужно относиться и к подушкам безопасности когда они срабатывают то она бьет по человеку как кувалда помните что подушка работает только вместе с ремнем безопасности миф о тонировке стекол который заключается в том что это полезно для водителя и пассажиров неправда это значительно ухудшает видимость и безопасность в европе тонировка запрещена заводская тонировка не превышает 10 процентов миф о том что mercedes-benz является символом высокого качества в 2005 году было отзвано 350 тысяч машин причем дорабатывали тормоза и электронику нарекания на качество были очень большие вот так выглядят самые распространенные мифы об автомобиле если вам понравилось видео ставьте лайк не держите в секрете от друзей делитесь с ними